Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас суббота, время час дня. Я приехала в банк, нужно было снять деньги, и сейчас пойду делать себе ногти. Они у меня, видите, уже отросли. Какое-то позорище, в общем. И нужно пообедать также. Муж только что приехал, тоже делал свои дела. Да, был его день сегодня отдыхать. Завтра я буду высыпаться. Я загрузила видео вчера и не успела вам рассказать новость. Такая новость у меня очень странная. Я даже не ожидала. В общем, бывший муж, отец моей дочери, объявился. И мне, знаете, кажется, что каким-то образом он наткнулся на моё видео или же его родственники. Я знаю, меня смотрят с Ташкента, но я не знаю. Но такое ощущение, что он как бы увидел мои видео. И, возможно, даже то, что я говорила про него. Предъявить он мне, конечно, ничего не может. Всё, что я сказала, правда. Но он вообще-то объявлялся несколько месяцев назад. Он добавлялся ко мне в Фейсбук. Но я приняла дружбу, хотя сначала не хотела. Потом думаю, ну пусть посмотрит, раз человек хочет посмотреть. Он ничего не прокомментировал. Торчал там, в общем, ну я рассмотрю. А потом где-то через, не знаю, 2-3 недели, наверное, удалился. То есть его уже в друзьях не было. Он сам себя удалил. Я его не удаляла. Вот. А сейчас он снова написал. Уже в друзья он не стучался. Я смотрю, у меня там сообщение, request. Открыла от него сообщение. И он такой, привет, как дела? Начали там разговаривать. Вы знаете, почему-то я ни разу с ним, вот ни разу я ему грубое слово не сказала. Ни разу. Вот я вам рассказывала, да, что даже когда мы развелись, ну как развелись, когда его женили без суда и следствия, да, то есть не было суда, буквально где-то, вы не поверите, это через 2 месяца его женили после того, как я сбежала от него. Ребенку 2 месяца нашему. Его женят на своей родственнице. И даже тогда мы с ним несколько раз общались. Он приезжал. Ничего между нами никогда не было и быть не могло, но вот он приезжал просто вот и в течение вот этих двух месяцев, да, пару раз. Но он ничего не говорил про свадьбу, он не говорил, что его хотят женить, абсолютно ничего. Вот. И даже после того, как он женился, я никогда ему плохое слово не сказала, ничем не упрекнула, ни разу не сказала, как ты смог так жениться. Хоть я не знаю, как-то выдержала это, знаете. И вот ему, даже если он будет сидеть и думать, ну чем же я могу ее обвинить, вот она мне вот так сказала, вот так. Вот этого мужа я много раз обижала. Я его называла плохими словами, помните, я вам рассказывала, и стюпать называла, и еще как-то. В общем, с ним такого не было. То есть я до последнего, знаете, вот ни разу ни алименты не требовала, ничего. Даже вот родители женили, не моя семья. Ну вот они как-то, знаете, им повезло, что это как бы они попали на нашу семью. Ну, другая семья, конечно, их порошок стерла бы, потому что это незаконно жениться до того, пока ты не развелся. Да, в Узбекистане могут иметь там по 10 жен, типа, но это не жен, это любовницы, да, давайте называть вещи своими именами. Законно жена только одна. Вот, и в общем, ну, в общем, такого не было ни разу, чтобы я что-то ему упрекнула, что-то сказала. Вот, ну и на этот раз он написал, я как-то, знаете, как будто бы, так и должно быть. Говорю, нормально все у меня, трое детей уже все такое. Он, да, что-то там слово за слово, и он такой, ну, ты знаешь, ты, наверное, обижена на меня. Я говорю, нет, абсолютно я на тебя не обижена, я была обижена, не буду скрывать. Ну, не то, что обижена, скорее я была разочарована самой себе, да, что я так тупо поступила и вышла замуж тогда. Ну, не за свою пару давайте, ну, скажем так. Вот, и, а так нет, говорю, обиды нету, зачем на тебя обижаться, уже 15 лет прошло, у дочки уже будет 16 лет, а через 2 месяца. Что мне обижаться на него? Но он говорит, ты сама, а, он такой мне говорит, ты сама не выдержала семейных трудностей. Я говорю, хорошо, не выдержала, значит, не стала с ним спорить. Он говорит, я женился, чтобы сделать тебя счастливым, а не для того, чтобы разводиться. Я говорю, ну, хорошо, ну, я говорю, у тебя уже жена трое детей, у меня трое детей, это, говорю, неважно, кто кого хотел сделать счастливыми или несчастными. Говорю, я все нормально, я тебя простила, вот ты никогда и не просил прощения. Не за то, что ты со мной развелся, а за то, что ты бросил свою дочь и ни разу не поинтересовался. Даже вот мы разговариваем, он не спросил ничего про Севенч. Вот, и что вы думаете? Кстати, разговор такой, не буду все доскональности говорить, в общем, в конце разговор такой, он говорит, а ты знаешь, а можно будет мне визу сделать? Вот у меня, говорит, брат жены, его жены, брат живет в Нью-Йорке. И он мне говорит, а он, кстати, парикмахер, стилист, волосы стрижет сто лет уже, вот, до сих пор оказывается, ну, он открыл свой салон, типа, все такое, но вот он стилист, но он хороший стилист. Вот, и он говорит, вот брат жены говорит, что если я буду работать в Америке, я стану миллионером. Я говорю, вот прям миллионером, да, ты станешь? Он говорит, да, вот у меня брат жены так сказал. Я говорю, хорошо. Он, типа, знаете, постепенно все это так, разговор идет к тому, чтобы я ему сделала визу, так как он биологический отец Севенч. Здрасте, приехали. Этот мужик, на тот момент мальчонка, бросил меня с ребенком, женился, это для него были, как знаете, игры, да, но со мной не получилось. Мама меня, мама другую куколку мне принесла, я с другой куколкой поиграюсь. То, что там у первой куколки там ребенок уже, да, от себя, это не имело никакого значения. Мне пришлось отъехать, моя хорошая, потому что жара такая сильная, и телефон, ну, такое ощущение, что как будто бы я телефон поставила в печку, такой горячий. Пришлось отъехать сюда, она более такой тенечек, хотя тут тоже не особо. Вот, ну, в общем, вот так. И говорит, ну, вот я бы, вот, просто, говорит, приехал бы, посмотрел бы, да, типа, ну, сколько ты думаешь, мне нужно денег там, ну, чтобы там на первое время, да. Я ему говорю, я не знаю, ты знаешь, у всех это индивидуально, и кому сколько нужно. Он говорит, ну, я могу к тебе приехать, ну, я могу приехать в Лос-Анджелес, если я получу визу. Я говорю, а зачем Лос-Анджелес? А что, ты меня не встретишь? Я думаю, или он надо мной издевается, или он просто до такой степени до сих пор тупой, вот какой был тогда, да, в то время. Ну, умом он не отличался, а сейчас, видимо, совсем отупел. Уж извиняюсь за то, что оскорбляю, но реально, да, ну, куда, я его, оказывается, должна еще встретить. К себе домой может привезти, к мужу, знакомьтесь, муж, да. Я ему сказала, знаешь, я не думаю, что я могу сделать тебе визу, потому что мой муж будет против этого. Вот, а если ты хочешь сам делать визу, пожалуйста, делай это как бы тебе, да, тебе решать. Пыталась я там что-то еще сказать, но я уже не стала разговаривать. И что я сделала? Я сделала такую вещь, моя хорошая. Я написала в посольство в Ташкенте, в американское. Можете осуждать, можете думать, что я вот такая вот, да, стерва, но нетушки. За счет моего ребенка он не приедет в Америку. Пусть приезжает сам, пожалуйста, пусть, и если он сейчас меня, если каким-то образом он или его родственники нашли мой канал, пусть это услышат. Если он приедет в Америку своими ногами, своими путями, да ради бога, мне вообще плевать, да, в Америке он или в Караганде. Но главное, что он не приедет через моего ребенка, потому что он этому ребенку, он грубо говоря, ну, он этого ребенка предал. То есть он ни разу не интересовался жизнью моего ребенка, даже вот в этом тексте, да, он особо не интересовался. Вот. И я боюсь, что он просто может зайти, если он зайдет в посольство и скажет, что у меня там биологическая дочь, и это докажет, они, в принципе, могут дать ему визу, потому что родителям всегда дают визу, ну, в основном, да. Тем более, если он скажет, что я хочу увидеть свою дочь, а я ее не видел, там, или там придумать еще какую-то небелицу, что я, типа, украла ребенка и уехала, ну, кто знает, да. Я поэтому написала в посольство, сказала им, что вот дала свои паспортные данные, дала данные моей дочери, которые были данные, как она родилась, да. То есть сейчас фамилия Севинч, она не такая. То есть раньше была фамилия Кобыльджанова, это вот их фамилия семейная. И какая она не Кобыльджанова уже, понимаете, она уже давным-давно Питерс. И поэтому я все это предоставила, и достоверение, все метрки, что этот мужчина, ну, я все написала, все как есть, что он не должен получить визу за счет моего ребенка, так как он не является отцом, он никогда не был отцом, ну, кроме как биологическим, да. И плюс написала, что он абьюзил меня, что он меня бил, его семья, в общем, что это все правда. Так что абьюзерам они никогда не дают визу, вот. За абьюз можно даже получить депортирование из страны, вот. Все это написала, и все. Хоть я ни разу ему, никогда в жизни не предъявляла ничего, никогда ни одним обидным словом его не обидела, ни укором, но сейчас за счет, за счет моего ребенка он не уедет, как говорится. И я не стыжусь своего этого поступка, я считаю, что это будет вообще несправедливо, что он еще бы, ну, как бы, использовал бы мою дочь. Ну, в общем, капец, знаете, это просто кошмар. Вот мужики, да, пошли, ни копеечки не платил, ни копеечки, да ладно, деньгами, ладно, допустим, денег, да, не было, ну, хотя бы мог бы, хотя бы приходить, хотя бы, чтобы ребенок знал, что есть папа, да. Да нету, ничего же этого не было. А сейчас объявился, можешь ли ты мне сделать визу, так как я биологический отец, да. Да фигушки тебе с маслом. Вот так вот, мои хорошие. В общем, пошла я обедать, хочу взять себе сейчас суши тут, или не взять суши, не знаю, что поесть. Хотела в машине поесть суши, но в машине я явно не смогу сидеть, потому что тут жара. Но я сейчас посмотрю, куда я поеду. А потом ногти. Я хотела сначала ногти, но я уже хочу есть, и мне, она очень долго делает, я просто потеряю сознание, мне нужно поесть. Так, до следующего видео, мои хорошие. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.